Главнее всего погода в доме. Как раз эти слова с популярной песней могут быть отличной мотивацией, когда погода за окном не радует и не создает ощущение приближения жаркого сезона. Да и теплая весенняя пора в этом году в несвойственной для себя манере гостила недолго. И, судя по прогнозам метеоролога, вернуться не спешит. Подобные метаморфозы, конечно, редкость для Беларуси. Привыкшие к теплу брещане успели ощутить на себе непредсказуемость природы. В областном центре в начале мая средняя температура днем была на 3-7 градусов ниже прошлогодних показателей. К середине месяца картина была прямо противоположной. Такое резкое похолодание, как наблюдалось в последние дни, фиксировалось прежде только в 1984 году. Разница более чем ощутима. За последний период метеорологических наблюдений один раз в 14 лет 9 мая отмечалось холодным. Но за последние 30 лет так холодно в Бресте и области еще не было. 10 мая ночью минимальные температуры были минус 1-3 градуса, в Бресте минус 0,9 градуса. За весь послевоенный период 10 мая это была самая холодная ночь. Но еще холоднее было 8 мая 1953 года. Конечно, погодные условия так или иначе отражаются на самочувствии. Организму человека свойственно реагировать на климатические изменения, будь то холод или жара. А потому неудивительно, что в этот период люди могут ощущать недомогание, усталость, сонливость или даже пассивные состояния. С такими симптомами наверняка знакомы многие. А вот как не допустить ухудшения самочувствия, знают специалисты. Действительно, в этом году весна усиленно заставляет нас ждать и не хочет никак наступать. Поэтому очень много сейчас идет обращений от граждан в связи с затянувшимися, скажем так, ухудшениями состояния, которые не всегда удается выровнять так быстро, как хотелось бы. И здесь я могу сказать следующим образом. Очень важен в такой период именно солнечный свет. Он уже в этот период года становится той чистоты, ну так условно скажем, той чистоты и той интенсивности, которой нужен. Но он, к сожалению, не появляется в том количестве, которое нам нужно. Поэтому в те дни, когда солнце все-таки светит, нужно обязательно в порядке стараться как можно больше времени провести на свежем воздухе, в окружении какой-то зелени, каких-то таких моментов, которые бы ярко напоминали, что весна все-таки имеется. Пусть не такая, как мы ее хотим. Парки, дворы, солнечный свет, чтобы все это красиво попадало в глаза, чтобы мозг получал информацию о том, что перестройка происходит. Для того, чтобы он мог, условно скажем так, заряжаться этой энергией. Обращение к специалисту в ситуации критической необходимости в профилактических целях тоже большой плюс. Ставит диагноз самостоятельно ошибка многих, точно так же, как и игнорирование вероятной опасности. Хондраль и депрессия – состояние, из которых можно найти выход. Надо использовать так называемый режим поглаживания. То есть, если погода не хочет нас погладить и порадовать, то нужно использовать самопоглаживание. Нужно пойти и порадовать себя теми вещами, которые всегда приносили удовольствие. Купить что-то вкусненькое, расслабиться и отойти от всего мира окружающего, наполнить ванну горячей водой и просто расслабиться и, скажем так, избавиться от всех забот. Сделать то, чего всегда хотелось. Купить ту вещь, на которую, скажем так, никогда бы, ну, скажем так, в обычной ситуации не решился. Себя иногда нужно порадовать. И если нас не радует погода, займитесь этим сами. Устойчивая теплая погода белорусские синоптики не прогнозируют вплоть до начала лета. Но, как справедливо отметил когда-то Гёте, природа всегда права. И вместо того, чтобы сетовать на погоду и плохое самочувствие, следует самостоятельно попытаться украсить жизнь яркими красками. Найти новое развлечение или хобби. Возможно, это то самое время. Навести порядок в доме, в жизни, в мыслях. Пусть погода у вас навсегда перестанет ассоциироваться с грустью и одиночеством. Только хорошие мысли и дела способны поднять настроение и подарить радугу дождливый день. В ближайшие сутки ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и температура воздуха ночью. Ночь ожидается холодной с отрицательными температурами до минус 2 градусов, местами плюс 3 градуса, днем 12-17 градусов тепла. В субботу на большую часть территории области кратковременные дожди, местами грозы, пары истый ветер до 14 метров в секунду и температура ночью плюс 2-7, днем 8-13, местами до 15 градусов. В воскресенье-понедельник преимущественно без осадков и достаточно тепло 15-20 градусов тепла, ночью плюс 3-8.